Валерий Курасович Да, всем привет. Вы знаете, однажды Генри Луис Мэнкин сказал такую фразу, у каждой сложной задачи есть простое и понятное неправильное решение. Я не знаю, в каком контексте он это говорил, но мне кажется, что речь шла про многопоточное программирование. Ну, на самом деле кажется, что в многопоточке все просто. Ну, заворачивай все в локе и будьте счастье. Ну, лок, он такая штука, он похож на кувалду. Простой, надежный, но очень тяжелый. И если им пользоваться не совсем правильно, то можно сделать себе довольно больно. Сегодня мы поговорим про другие подходы, которые позволяют нам работать в многопоточке без локов. Меня зовут Дима, да, я работаю в Тинькофф, разрабатываю на дотнете сервисы для юридических лиц, которые работают с зарубежными контрагентами. О чем мы поговорим? Мы посмотрим внутрь вот этого пространства имен System Collections Concurrent. Посмотрим там три коллекции – стэк, очередь и словарь. Там есть еще две вот такие вот коллекции, но мы их не посмотрим, нам просто не хватит времени, я засекал. И потом, когда мы узнаем, как устроены вот эти коллекции, мы посмотрим на них в разных бенчмарках, помочим их разными способами. Ну, начнем со стэка. Стэк, наверное, это самая простая многопоточная коллекция, и она вот действительно полностью lock-free. Ну, небольшой спойлер, там остальные коллекции, они не совсем lock-free. Для начала вспомним, что такое обычный стэк. Это коллекция, которая реализует подход leave for, last in, first out. Есть методы push, который добавляет элемент на вершину коллекции. Есть метод pop, который удаляет элемент с вершины коллекции. Есть метод pick, который позволяет посмотреть элемент на вершину коллекции, но при этом не удалять его оттуда. Ну, и есть модификации с префиксом try, которые не бросают исключения на пустой коллекции. Думаю, вам все это известно. Я здесь набросал такой простой примерчик, который проверяет вообще, можно ли пользоваться обычным стэком, не блокируя его, не заворачивая в локи. Тут две таски. Одна modification task, другая watcher task. Modification task записывает в стэк 10 миллионов непустых строков, не пустых — это важно. Потом по одной их оттуда удаляет. Ну и, собственно, все. В это время параллельно работает watcher task, которая на каждой итерации цикла делает вот примерно вот такую вот операцию. Давайте ее чуть подробнее разберем, что она делает. Ну, метод ripик, очевидно, возвращает true, если у нас есть хотя бы один элемент в коллекции, ну и возвращает этот элемент, то есть на вершине которой лежит. Так как мы не записывали в наш стэк пустые ссылки, ну, наверное, условие вот на второй строке, ну, наверное, оно не должно никогда выполняться. Но, тем не менее, если мы запустим этот код, то у нас вот произойдет вот примерно что-то такое. Это число не имеет никакого значения, важно лишь то, что оно отлично от нуля. То, что оно отлично от нуля, показывает, что при многопоточном обновлении стэк может быть виден другим потоком в каком-то неконсистентном состоянии. Давайте разберемся, почему это может происходить. Заглянем внутрь обычного стэка для начала. Это код прямо из .NET 6, ну, немножко сокращенный, конечно же. В первую очередь, что можно обратить внимание на, что стэк строится на основе массива, ну, примерно как и реалист. То есть там есть массив, который при переполнении подменяется массивом в два раза большим. Ну, есть поле size, которое хранит количество добавленных элементов. Все достаточно просто. Давайте посмотрим на метод trypeak, который виновник всего торжества в нашем примере. Конкретно нас интересуют вот эти вот строчки. В первых строках мы рассчитываем индекс вершины стэка, то есть индекс последнего элемента в нашем массиве. И в предпоследней строке мы по этому индексу забираем элемент из массива. Но при этом, если мы предположим, что у нас работает многопоточка, очевидно, что пока мы дойдем до предпоследней строки, в массиве уже может не быть этого элемента, он может быть удален. Но при этом мы вернем true, что будет не совсем правдой. Давайте посмотрим, как можно это сделать более потокобезопасным. И посмотрим теперь на уже concurrence stack. Опять же, код из шестого дотнета. Опять же, немножко сокращенный мной. А concurrence stack, он уже строится не как ArrayList, а как список, связанный список, а точнее односвязанный список. Вы можете видеть здесь класс node. Он приватный прямо в concurrence stack. Он оборачивает добавляемые элементы, и в этом классе есть ссылка на следующий элемент в цепочке. Тоже, в принципе, все просто и понятно. Ну а в самом stack, естественно, есть ссылка на голову этого списка, который по совместительству является вершиной stack. Давайте посмотрим на метод push, на то, как он делается многопоточным, потокобезопасным. Для начала давайте попробуем сами написать, что мы не программисты, что ли. Реализовать добавление в односвязанный список, мне кажется, любой сможет. Что там, три строчки, создаем новый node, присваиваем ему ссылку на текущую голову списка и обновляем ссылку на текущую голову списка, на этот node подменяем. Все вроде просто, понятно, но давайте посмотрим, что будет в многопоточке. Предположим, что у нас два потока параллельно выполняют нашу наивную реализацию этого метода. Вот выполнили оба потока первую строку, создали новые элементы, новые звенья списка. Пока все хорошо. Вот два потока выполнили вторую строку, и наш stack внезапно стал двухголовым. Уже как-то подозрительно смотрится. Первый поток выполнил третью строку и обновил ссылку на вершину стека. Теперь второй поток выполняет третью строку и тоже обновляет ссылку на вершину стека, тем самым он просто удаляет тот элемент, который был добавлен первым потоком. Ну, как-то это не потокобезопасно. Давайте посмотрим, как можно сделать потокобезопаснее. Ну, для начала такая небольшая теория. Есть для многопоточного программирования такая штука, как Comparance Swap. Очень простой метод, вообще, опять же, буквально три строчки. Что он делает? Он принимает на вход какую-то ссылочку, ну, в данном случае она называется Location, и берет текущее значение по этой ссылке на момент выполнения, на момент начала выполнения. Дальше он эту ссылку сравнивает с каким-то Comparandum. В Comparandum хранится некоторое ожидаемое значение, которое мы ожидаем увидеть по этой ссылке. И только в том случае, если по этой ссылке лежит то, что мы ожидаем там увидеть, то есть никакой другой поток там ничего не поменял, в этом случае мы обновляем Location на переданное value. Ну, а в любом случае мы возвращаем то значение, которое было на момент начала выполнения этого метода. При этом важная деталь, все вот это вот дело должно выполняться атомарно, ну, как одна операция, чтобы никто не мог там как-то внедриться в процесс выполнения этой операции. Ну, здесь я использовал, опять парад наивных реализаций продолжается, здесь я использовал такой атрибут Atomic Please, естественно, его нет в .NET, как, собственно, нет в .NET и реализации этого метода. Он с помощью интризиков поставляется прямо на уровне CLR. Так, ну и все, собственно, можно посмотреть на сам метод push. Это уже более-менее реальная реализация, она немножко сокращена, раз в 10. На самом деле, ну, вот, как бы суть ее вот прямо на слайде. Что здесь есть? Ну, первые две строчки мы угадали в нашей наивной реализации, создаем новый нот, проставляем ему ссылку на текущую голову, а дальше мы будем в цикле пытаться обновить ссылку на вершину стека на вот этот вот новый нот. При этом в качестве компаранда мы будем передавать то, что мы записали в Next, то есть мы будем на каждой итерации проверять, не изменил ли какой-то поток нашу текущую вершину стека. Если не изменил, ну, все хорошо, значит, мы можем записать туда новый нот и, ну, собственно, выйти из цикла. Если же нет, то мы обновляем Next, записывая туда новую вершину, ну, и будем так крутиться, пока нам не улыбнется удача. Здесь есть также еще вот такая конструкция SpinWeights SpinOnce. Я не буду про нее подробно рассказывать, если кратко. Ну, суть в том, что она как бы выполняет одну холостую итерацию цикла. На самом деле нет, но скажем, что да. Вся вот эта вот конструкция — это классическая реализация compare and swap loop или cas loop. Она лежит в основе, ну, практически, ну, многих алгоритмов, log-free алгоритмов, которые мы сегодня посмотрим. Вернемся в наш concurrence stack и посмотрим на метод trypop, как бы парный метод. На самом деле внимательный зритель может уже углядеть реализацию cas loop. Вот она. Немножечко выглядит по-другому, но суть примерно та же самая. Крутимся и пытаемся обновить вершину стека. Когда нам это удалось, возвращаемся с true. Если вдруг в какой-то момент на какой-то итерации cas loop у нас ссылка на вершину оказалась пустой, ну, значит, кончились элементы у нас в стеке. Не можем мы снять вершину и возвращаем false. Есть здесь еще вот такая прикольная конструкция. Подробно не будем ее разбирать. Ее суть в том, что на каждой итерации вот конкретно вот этого цикла происходит ожидание случайного количества холостых итераций. То есть потоки, если там придут много потоков, они будут ожидать какое-то случайное время. Для чего это сделано? Ну, представьте, что было 10 потоков, они пришли снимать вершину стека. Одному удалось, 9, ну, пошли на новую итерацию цикла. Если они подождут одинаковое время, ну, соответственно, они с большой вероятностью столкнутся снова. Если же добавить вот такой небольшой джиттер, то мы минимизируем вероятность такой коллизии. Ну, и посмотрим на бенчмарке, как я обещал. Здесь и дальше я использую два сценария. Один — продюсер-консюмер. Это когда часть потоков только пишет в стек, часть потоков только считывают из этого стека, ну, то есть используют метод trypop. А mixed, то есть смешанный сценарий, это когда поток может и писать, и записывать в стек. На самом деле, concurrent stack, ну, такая не очень производительная коллекция. Ее нужно прямо вот смотреть под ваш сценарий. Вот в данном случае у меня получился небольшой выигрыш по производительности. Ну, вы можете увидеть на слайде, ну, буквально там совсем какие-то десятки процентов. Но при этом я получил гораздо большее потребление по памяти. Поэтому рекомендация, как бы и от меня, это Microsoft, который все это реализовал. Попробуйте написать реализацию и с тем, и с другим, то есть стека, завернутый в локи, и concurrent stack. И просто померить, что будет лучше в вашем конкретном сценарии. Ну, и также для прикола я просто попробовал запустить concurrent stack в однопоточном коде. Ну, очевидно, он пожирает много памяти, и по времени тоже он работает не очень эффективно. На этом со стеком все. Давайте посмотрим на очередь. Она уже будет немножко у нас использовать локи. Она не совсем лок-фри, но тем не менее в ней тоже много интересного. Очередь. Вспоминаем что-то такое. Коллекция, которая реализует принцип FIFO, first in, first out. Есть у нее также метод enqueue, который добавляет элемент в хвост коллекции. Метод dqueue, который снимает элемент с вершины коллекции. То есть первый элемент. Метод pick, который позволяет посмотреть этот самый первый элемент в главе коллекции. Ну, и try pick, try adqueue, который не бросает исключения на пустой коллекции. Точно такой же, как для стека, код для экспериментов. Также мы в modification task добавляем 10 миллионов элементов, потом их оттуда вытаскиваем. Watcher task в это время параллельно смотрит за всем этим делом. То же самое условие, которое, ну, по идее, опять же, у нас не должно быть истинным. Но если мы запустим, опять у нас какое-то получится ненулевое число. Почему так? Опять же смотрим внутрь реализации обычной очереди. Она также строится на основе массива, но здесь используется такая реализация, как циклический буфер. То есть здесь есть, собственно, сам массив. И вот эти вот int-ы head и tail — это индексы хвостового и головного элемента. Причем они могут смещаться друг за другом по массиву в таком кольцевом режиме. То есть head может быть даже меньше, чем tail. Это нормально. Ну и также есть size, который хранит количество элементов внутри очереди. Как бы все понятно. Ну и давайте посмотрим на метод try pick. Конкретно вот на эту строчку. Ну здесь, опять же, если включить наивность, кажется, что как будто бы здесь все поток обезопасно. Что, у нас всего одна строчка. Где там может кто-то вклиниться? Ну если мы, конечно, посмотрим на il-код, то конкретно на вот эти вот строки, мы увидим, что в одной строке мы сначала получаем ссылку на массив, потом через одну строку мы получаем конкретное значение текущей головы, ну индекс головы очереди. Ну а потом только мы уже получаем значение из массива. Если у нас много потоков, ну опять же, высока вероятность того, что массив обновится, пока мы дойдем до головы. И, в общем, мы не найдем уже какого-то элемента, который мы ожидаем увидеть в нашей очереди. Посмотрим, как сделать этот поток безопасным. Concurrent.ku уже строится немножко сложнее, чем стек. В первую очередь можно обратить внимание на то, что она строится из неких сегментов. Мы сейчас на следующем слайде посмотрим, что такое concurrent ее сегмент, как он выглядит. Ну а внимательный зритель уже мог углядеть вот этот кросс-сегмент лог, но к нему мы вернемся чуть позже. Сегмент. Сегмент представляет собой, по сути, тоже очередь, тот же самый циклический буфер, но он ограниченного размера. То есть, если помните, в обычной очереди у нас массив items был не read-only, здесь он read-only, то есть он не подменяется, не увеличивается вдвое. Вот сколько мы задали, столько и будет элементов в этом сегменте. Да, это вот этот массив items. Также есть head-detail, также есть методы dequeue-enqueue, но только с префиксом try, потому что и в том, и при добавлении элемента в очередь мы можем столкнуться с такой ситуацией, что очередь у нас уже переполнена, и при вытаскивании элемента из сегмента мы можем столкнуться с такой ситуацией, что просто там нет никаких элементов, поэтому это не всегда безопасно, поэтому методы с префиксом try. Ну и также есть ссылка на следующий сегмент. Как и stack, многопоточная очередь реализована на основе односвязанного списка, но только элементами являются вот такие вот небольшие тоже как бы очереди. Вернемся в нашу очередь, и давайте посмотрим на метод nq, как он реализуется. Вот этот самый метод. Опять же он немножко сокращен от оригинала, но суть передает. Также мы в цикле крутимся, пока нам не удастся вытащить какой-то, точнее здесь мы добавляем элемент, пока нам не удастся добавить элемент. На каждой итерации берем хвостовой сегмент, пытаемся туда запихать какой-то элемент. Если там есть место, значит нам удалось запихать элемент, значит мы возвращаемся из этого цикла. А если же нет, здесь уже в дело вступают локи. Что здесь происходит? Мы добавляем новый хвостовой сегмент в два раза большего размера, чтобы туда запихивать новые элементы. Ну при этом это все заворачивается в лок, но тут можно не беспокоиться, этот лок довольно редко используется, и дальше на бенчмарках мы посмотрим лок-контеншенс и увидим, что в принципе не так часто он срабатывает. Ну и метод try-nq самого сегмента, просто для полноты картины. Здесь видно, что используется опять же cas-loop, тут ничего уже нового интересного нет. Единственное, я вот тут вот комментарием скрыл довольно сложную машинерию по расчету свободного места в сегменте. К сожалению, у меня нет достаточного количества времени, чтобы про нее рассказать, но я вам рекомендую посмотреть самостоятельно в исходнике шестого датнета. Он open-source, поэтому это можно сделать. Там на самом деле очень интересно, но довольно сложно. Возвращаемся снова в concurrent queue, и также посмотрим метод try-nq. Правда, он симметричен по сути методу try-nq, просто методу nq, простите. Также у нас цикл. На каждой итерации цикла мы пытаемся, берем сегмент в голове очереди, пытаемся из него вытащить какой-то элемент. Если этот сегмент не пустой, то возвращаем true и этот элемент, все хорошо. Если сегмент оказался пустым, то проверяем, а есть ли за ним какой-то еще следующий сегмент. Если следующего сегмента нет, значит очередь в принципе пустая. Возвращаем false, все, кончились у нас элементы. Если же следующий сегмент все же есть, то опять же в дело вступают локи, и мы просто удаляем пустой ненужный сегмент, пустую голову получается, и снова повторяем итерацию. Ну и снова метод try-nq. Опять же, сюрприза не будет. Тут все тот же самый кослуп, все той же хитрой машинерии по расчету количества элементов, которые я вам показывать не буду. Давайте посмотрим на бенчмарки в многопоточном коде. Здесь уже очередь показывает себя гораздо лучше, чем стэк против своего собрата, завернутого в локи. Очередь примерно столько же потребляет и по памяти, потому что за счет сегментов у нас аллокаций гораздо будет меньше. И по времени тоже она довольно производительна. Ну и вы можете посмотреть, насколько отличается локонтеншенс от обычной очереди, завернутой в локи. Ну как бы низкий контеншен дает нам вот эту вот прибавку к производительности. Ну и опять же, для прикола я снова сравнил в однопоточном коде. Ну и естественно, в однопоточном коде не стоит использовать concurrent queue, потому что проиграете и по памяти, и по времени. С очередью все. Остался у нас только словарь. Он уже, в отличие от предыдущих, он совсем уже не локфри. Он использует довольно много локов. Ну если проводить опять аналогию с кувалдой, здесь это прямо как жонглировали кувалдами. Очень прикольно. Давайте посмотрим. Опять же вспомним, что такое словарь. Есть метод add, который добавляет ключ и значение. Есть метод remove, который позволяет удалить какой-то элемент по ключу. Есть метод get. В .NET он реализован индексером. Я его просто назвал get, который позволяет получить какой-то элемент по ключу. Ну и опять же tryget, tryadd, который не бросает лишних исключений. Немножко уже другой код для проверки, а можно ли использовать в многопоточном коде словарь. Здесь modification task выглядит следующим образом. Тоже записывает много элементов в словарь. Но обратите внимание, что запись начинается с элемента с ключом 1. То есть если словарь у нас станет в какой-то момент не пустым, то в нем точно будет элемент с ключом 1. И при этом мы не удаляем элементы из словаря. Да, это цикл. Ну и собственно в .NET, что он делает? Он проверяет, если словарь не пустой, значит он ожидает в нем увидеть элемент с индексом 1. Если такого элемента нет, значит снова какая-то неконсистентность в этой коллекции. Ну и если мы запустим, сюрприза не будет. Что-то пойдет не так. Не нулевое значение, значит что-то неконсистентно. Снова заглянем внутрь уже обычного словаря. Он строится у нас… Ну в его основе лежат два массива. Один массив имеет тип entry. Entry — это такая структура, которая хранит в первую очередь вот эти вот пары, ключ-значения, которые мы туда добавляем. Также там хранится хэш-код ключа. Мы его, конечно, можем посчитать по ключу каждый раз, но зачем нам это делать, если можно его сохранить и не тратить потом время на пересчет. И также здесь есть такое поле next. Ну возможно вы знаете, для чего оно нужно. Но я все же расскажу. Хэш-коды, как вы знаете, могут давать коллизии. И чтобы обрабатывать коллизии, в словаре все элементы с коллизиями образуют некоторую цепочку. И next — это индекс следующего элемента в массиве entries, который имеет, скажем так, тот же самый хэш-код, с которым произошла коллизия. Чуть дальше мы посмотрим на примере метода get, и будет понятнее, если вы вдруг еще не поняли. Также есть метод buckets, который используется для быстрого поиска по хэш-коду ключа. Тоже сейчас посмотрим. Собственно, метод get. Он выглядит примерно так, снова сокращен раз в 10, но суть примерно такая. Берем хэш-код ключа, дальше по этому хэш-коду берем из массива buckets индекс какой-то записи. Это будет первая запись в цепочке коллизий. Здесь мы делим еще на количество бакетов этих самых, потому что мы же не можем, допустим, создать массив длиной 2 в 32, будет слишком жирно. Поэтому мы делим и берем остаток отделения. Ну а дальше мы просто… Дальше там цикл. На каждой террации цикла мы берем из массива entries какую-то запись и проверяем, хэш-код этой записи, он совпадает с тем хэш-кодом, который у нас у ключа. Если да, то прям методом equals сравниваем ключ с этой записи. Ну, ключ с ожидаемым ключом. Если ключ точно тот же самый, значит вот мы нашли эту запись, все, можем ее вернуть. Если же нет, ну идем дальше по цепочке коллизий. То есть берем следующий индекс следующего элемента в цепочке и итерируемся просто по циклу. При этом этот цикл имеет ограниченное число итераций, ограничено оно количеством элементов в entries. И если мы прошли по всему циклу и не получили какого-то результата, в этом случае у нас будет выброшено исключение. Это означает, что у нас произошла какая-то многопоточная модификация словаря, и просто такая операция не поддерживается обычным словарем. То есть нам еще на прошлом слайде повезло, что у нас не произошла ошибка какая-то, а мы получили какое-то все же значение. Давайте посмотрим на многопоточный словарь на потокобезопасный. Здесь на самом деле он строится почти так же, как и обычный словарь. Здесь также вы можете видеть массив buckets. Правда, у него тип немножко другой, там не int-ы хранятся уже прямо сами записи. И также у него есть парный массив locks. То есть каждый bucket, на самом деле не совсем так, но скажем, что каждый bucket имеет свой лог для простоты. нод, то есть запись в словаре, выглядит практически так же, как entry в обычном словаре. Единственное отличие, что у нас здесь уже честно односвязанный список вот в этой цепочке коллизий, а не индекс в каком-то там массиве. Просто так удобнее для многопоточной реализации. Посмотрим метод try-add. Что он делает? Ну, по сути, по реализации очень похож на то, что мы видели в методе get обычного словаря. Также мы рассчитываем хэш-код. Также у нас есть цикл. Но перед тем, как мы начнем в этом цикле какую-то работу, мы должны заблокировать вот этот bucket, с которым мы работаем. Как я уже говорил, каждый bucket имеет свой лог, и тут мы как бы производим эту блокировку. Мы получаем сразу и bucket, и его лог, и по нему блокируемся. Ну, а после выполнения метода мы освобождаем этот лог. То есть пока мы стоим в этом логе, какие-то другие потоки не могут подменить этот bucket. Но так как у нас хэш-код, он имеет в идеале достаточно равномерное распределение, частота вот таких вот коллизий, ожиданий на логах в обычных ситуациях довольно минимальна. Это мы снова увидим на бенчмарках чуть дальше. Все. Внутри лога мы делаем примерно то же самое, что мы делали в методе get обычного словаря. Это тоже проход по цепочке коллизий. Ну, только тут циклом for решили реализовать, а не while. Ну, суть та же самая. На каждой итерации прохода по цепочке мы проверяем также хэш-код, проверяем ключ. Если мы нашли такой объект, объект с таким ключом, то мы возвращаем false, ну, потому что мы здесь добавляем объекты. Если же не нашли, то мы можем создать новую запись. Собственно, создаем, записываем в bucket, возвращаем true. Все просто. Проблема. Как я уже говорил, здесь активно используются локи. И часть методов, вот как try-add, он использует обычно один какой-то лок на одном bucket. Часть методов, например, если бы мы посмотрели на метод get, он, по-моему, не использует локи вообще. А вот есть методы, которые используют сразу все локи, то есть блочат полностью таблицу. Поэтому при использовании concurrent dictionary стоит таких методов избегать. Это всякие методы типа материализации, пробега по всей коллекции. Но в том числе в процессе использования, когда вы добавляете элементы, часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что у нас вот эта вот таблица buckets переполнена в ней. Это же массив, он ограниченный размер имеет. И нам нужно его увеличить примерно вдвое. В этом случае тоже происходит полная блокировка коллекции. Как это происходит? Сначала вот этот метод growTable берет первый лок в списке всех локов, блочится на нем и проверяет после блокировки, не изменилась ли ссылка на tables, который у нас содержит все бакеты. Если ссылка изменилась, значит какой-то другой поток уже вызвал метод growTable, и количество бакетов уже было изменено, уже увеличено, и значит нам уже ничего не нужно делать, можно просто спокойно выйти, отпустив лок. Если же мы захватили лок и этого не произошло, то мы захватываем все остальные локи в определенном порядке, чтобы не допустить дедлоков, и освобождать мы будем их в том же самом порядке. Ну и после того, как мы локи захватили, дальше уже там все в принципе просто. Я код опустил, но думаю, вы можете догадаться, что там происходит. Создаем просто новый массив, копируем туда старые элементы, заменяем ссылку. Все просто и хорошо. Опять же, я помучал все это дело бенчмарками. Тут, наверное, сюрприза уже никакого не будет. Concurrent Dictionary, естественно, в многопоточном коде оказался быстрее. По потреблению памяти он примерно такой же. И вообще Microsoft рекомендует использовать Concurrent Dictionary во всех сценариях, когда у вас нужна многопоточка. Ну а в однопоточном коде, естественно, не стоит его использовать, потому что вы получите просадку и по времени, и по памяти. На этом у меня все с коллекциями. Спасибо. Я жду ваших вопросов. Итак, первый вопрос. Скажите, бенчмарки приводятся, а вот в базовом конструкции, при инициализации коллекции вы не указываете capacity? Да, я не стал ее указывать, чтобы как раз, ну допустим, посмотреть, вот как Grow Table работает, чтобы увидеть log contention. То есть с resize получается? Да, конечно. А влияние resize относительно обычной Dictionary и Concurrent Dictionary разное? Слушай, я не знаю. Я вот это вот не проверял. Мне было интересно просто показать устройство коллекции, а бенчмарки это было, ну так постольку-поскольку, чтобы разбавить как-то код. Поэтому не знаю, можно посмотреть. Интересный вопрос. Понял, спасибо. Дмитрий, добрый день. Вот такой вопрос. Смотрите, мы когда рассматривали Concurrent Dictionary, если у нас примерно достаточно большое количество элементов, мы возьмем примерно 10 миллионов, и вот такой вопрос. Мы с вами знаем, что хэш, он имеет нормальное математическое распределение, то есть практически равномерен по всей длине. А с точки зрения блокировок будет ли иметь смысл разделить внутри Dictionary примерно на равные части и потом уже смотреть, переходить по этим равным частям? То есть брать хэш и уже смотреть в ту или иную словарь внутри. Он же так и делает, нет? По сути у нас есть банкисы, которые представляют собой несколько элементов, сцепленных друг с другом, которые вот, ну, у которых совпал хэш. Имеется в виду физически их разделить на две равные части. Уже сразу. А, то есть несколько словарей использовать? Да, использовать два словаря. Ну, если мы знаем распределение хэша, а зачем? У нас же внутри словарь так и сделает. Ну, я про то, что не будет ли тогда меньше блокировок использоваться. Ну, я, конечно, такой эксперимент не проводил. Интересно, можно попробовать. Но мне вот так чисто навскидку сейчас кажется, что нет, мы ничего не выиграем. Но можно попробовать. Понял, спасибо. Спасибо за доклад. В начале презентации там было сказано про пару коллекций, которые не вошли в нее. Можно вот буквально пару слов о них? Насколько они логфри и насколько они выгоднее использовать по сравнению с аналогами? Они не логфри, оба коллекции. Они довольно специфичные. Блокинг коллекшн, она для сценариев, когда у вас есть продюсер-консюмер. Такая специальная коллекция. Ее не с чем сравнить на самом деле. Конкурент-бэк. Ну, в принципе, можно, наверное, с каким-нибудь листом или хэш-сетом сравнивать. Ну, наверное, это сравнение будет не совсем корректное, потому что все-таки предназначение разное. Конкурент-бэк, ну, просто коллекция, в которую можно просто запихивать элементы, и она не гарантирует никакого порядка. Она довольно производительная. Там, если я правильно помню, на каждый поток создается внутри свой связанный список. Соответственно, каждый поток будет работать со своим списком. И только в том случае, если ему понадобится… Ну, в своем списке у него не будет элементов, а ему захочется достать элементы оттуда, он будет ходить к другим потокам. Соответственно, там лог-контеншн очень низкий. Ну, довольно она производительная. Но, опять же, это вот такие очень специфичные коллекции. Нужно смотреть на ваш сценарий. Спасибо. Спасибо.